всем привет друзья привет из анапы сегодня у нас 3 июня 2020 года хочу поделиться с вами радостью я наконец-то приобретаю котенка трехцветного точнее кошечку полтора года назад я загорелась приобрести именно трехцветную именно цвет чтобы канику не орликина сейчас расскажу в чем разница этих оттенков и вот сегодня иду на работу смотрю бабулечка продают британских котят но я не решилась на работу с собой взять а вот сейчас у меня обеденный перерыв я иду на улицу красно-зеленых бабушка обещала не моего котенка оставить отдала ей 20 рублей вот пока буду идти по городу поговорим о котятах значит я очень хотела давно приобрести котенка именно трехцветного они отличаются окрасом разными породами оттенок у нико это преимущество черного рыжего и иногда встречаются белые пятна но они маленькие или на носике или на лапках но в основном черный и рыжий преимущество оттенков а оттенки такие как орликина ох стал с обойду такие как орликина это в основном белый окрас рыжий и пятна черные или такие темно-темно-коричневые и сегодня я увидела этого котенка думаю о я так давно мечтала о таком окрасе вот если бабушка меня не обманула я взяла полотенчика и сейчас заберу кошечку вот я нахожусь на пересечении горького и красноармейской у нас уже туристы появляются открылись бутики так стафор отремонтировали нет желтый мигает но думаю что нас пропустят на этом перекрестке уже два дня ремонтировали светофор здесь тоже все работает потихонечку жизнь налаживается а мне нужно выйти на улицу красно-зеленых сейчас прохожу мимо рынка отремонтировали отель с правой стороны который я прошла рынок центральный работает прежним режиме народу очень мало здесь бутики уже пооткрывались но туристов мало уже тоже получили разрешение работаем 23 еще короткий день ну вернемся к разговору о кошках почему именно трехцветный окрас у меня такой котенок был он прожил у нас 12 лет потом ушел и вот переехав в анапу в новый дом я хотела именно такого котенка ну не могла найти ходила и на центральный рынок давала объявление и никак не могла приобрести именно такого котенка уже писала объявление что возьму добрые руки на промышленную ездила ну как то вот не получалось потом зимой я не искала вот недавно я опять решила что буду искать дала объявление и сегодня вот мне судьба преподнесла я говорю не решила сестра забрать вот представляете я прихожу на работу и с котенком вот сейчас посмотрим сдержит ли слово бабулечка ну у нас изменений какие в анапе туристы прибывают все начинает работать очень много людей появилась на море вот у меня никак не получается выйти к морю работа очень много накопилось так где моя бабулечка сейчас мы обойдем надо перейти дорогу сколько с детками гуляют вот расскажу вам про этот ряд на который я иду значит правой стороны у меня вот центральный рынок вход а вот с левой стороны здесь дают цветы и вот прям до улицы горького бабульчики выходят торгуют рассадой домашними огурчиками чесночком в общем продают свою продукцию нет вон она сидит моя бабушка а я звоню звоню и никак не могла дозвониться что-то я так спешу вот этот ряд где продают лук чеснок творог так где моя красавица а я вам звоню да да звоню и вы не отвечаете думаю ладно я договорилась бегом где моя я уже кличку я придумала багира 20 апреля вытащить и посмотреть на 2 банк пасхи да да вот она она вот друзья моя красавица покажите рожицы вот она она как глазки какие у нее зеленые висера зеленые какие-то да да вот она у них мама у них она мама трехцветная и мама такая вот она чистенькая хорошенькая лапки лапки хвостик все нормально смотрите лапочки хвостик все прекрасно все замечательно я берегла а я ну я же вам сказала я позвоню позвоню не как да вот посмотрите у вас что-то с телефоном но вот еще вот у альбина александровна еще а этого не взяли с голубыми да тоже белый с голубыми вот я еще смотрю остался та женщина с ребенком забрали да маркусом которую назвала девочка сразу смотрю нету той кошечки черненький маркус маркус проверяйте телефон так и заверните мне полотенчика мою багиру но не знаю друзья вот мужу позвонила не к так оставьте рожицу вот так давайте все на работу с богом да все рожица мою все позволили все нормально благодарю давай счастлива до свидания вот друзья держала слово бабулечка моя вот смотрите она у меня какая у багирушка моя ой ты моя умница красавица какая но мужу позвонила сказала что хочу назвать багира или сюзанна сейчас моя хорошая эти молочком напою сейчас моя красавица сейчас моя девочка вот а у меня будет какая багира надо должна должна быть черная ой как сердечко стучит а такой у нас вот тут цветочный магазин слушайте радости как у ребенка как будто мне мороженое купили в общем возвращаясь домой точнее на работу домой хочу уже домой куплю сейчас молочка и наверное сократить нужно сегодня мне рабочий день и поехать домой чтобы багиру свою домой привезти ну не знаю муж сказал не давай кличку другую дадим у открылся еще у нас тут такой вот варек напишите мне в комментариях вот я вам сейчас показала своего котенка какую кличку можно придумать моей это девочки может быть мне ваши клички понравится больше я до завтра не на на пару дней еще пару дней подумаю потому что муж у меня хочет назвать другой кличкой а у меня вот пока только сюзанна и багира буду ждать ну а мы друзья направляемся ой как она прижалась управляемся обратно да на работу покажу сейчас я ох как она вцепилась ну что ж ты подожди ты же меня коря боишь подожди моя хорошая сейчас вот такая рожица у нее вот она она вот что комментарий пишите всем пока